За тысячу километров от Минска отправились десятки железнодорожных эшелонов с солдатами и офицерами из разных уголков страны. Переброска войск – важный этап подготовки к учению. Подразделения следуют в Нижегородскую область вместе со своим оружием и боевой техникой. Приехали для участия в совместном оперативном учении в ЩИТ Союза 2019. Дорога не утомила, в целом все было организовано. Приняли на Российской земле, честно, очень достойно, как и мы, так же и встречаем всегда, потому что мы, люди и братья, славяне. Задолго до первых выстрелов на полигоне работу начинают военные инженеры. Им нужно подготовить площадки для размещения палаточных городков, оборудовать блиндажи и проложить дороги к месту дислокации войск. На первом предварительном этапе у нас была получена задача отрыть 9 укрытий. После чего планировали дороги, оборудовали площадки для возведения сооружений. Здесь мы выполняем то, чему мы научились в пунктах постоянной дислокации, к чему мы готовы. С прибытием основной группировки буквально за сутки среди 20-метровых сосен вырастает целый городок со спальными местами, душевыми кабинками и полевой кухней. В полевых условиях необходимо организовать подвоз воды, организовать жизнедеятельность лагеря, организовать питание, таким образом, чтобы соблюсти все санитарные нормы. Рацион очень сбалансирован, как говорят, учебных татлет не бывает. Полевой лагерь надежно защищен от глаз условного противника. Все сооружения тщательно замаскированы, а территорию охраняет комендантский патруль с четвероногими бойцами. Мы усиливаем охрану с военнослужащим кинологом, ну и с собакой, соответственно. Она в темноте лучше обнаруживает нарушителей, если такие есть. Ну и помогает, конечно же, эффективнее их задержать. Активная фаза белорусско-российского учения «Щит Союза-2019» пройдет с 13 по 19 сентября. Общее количество участников составит почти 12 тысяч человек. Дмитрий Бондароич, Роман Тарасевич, телекомпания «Воен-ТВ». Специально для программы «Наше утро». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...